С утра пораньше на Лазутинке многолюдно. На лужайке занимаются йогой. Вокруг центральной поляны тренируются любители скандинавской ходьбы. Здесь проводятся абсолютно разные мероприятия и спортивные, и культурные, абсолютно разные направленности. И мне очень хочется, чтобы вы с ним познакомились. Глазами оператора ОТВ Дениса Харламова за активностями в парке в прямом эфире следили представители ветеранских организаций из 83 регионов России. Трансляция экскурсии для представителей Всероссийской организации ветеранов прошла на платформе Zoom, а некоторые смогли приехать в Одинцово и увидеть работу клуба «Активное долголетие». Все регионы России, все подключены и все с удовольствием наверняка посмотрели работу парка культуры, и спорта имени героя России Лазутиной, познакомились с Николаем, его директором Николаем Кругловым, познакомились с красивыми участниками клуба «Активное долголетие», которые нам сегодня великолепно показали то, что они умеют и то, что они делают каждый день. После экскурсии расширенное заседание Бюро и Президиума Совета Всероссийской организации ветеранов. Одна из главных тем повестки – реализация стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Работа клуба «Активное долголетие» – яркий пример успешного взаимодействия ветеранского сообщества с органами местного самоуправления. Московская область – регион лидер. И под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева муниципалитет Одинцовский городской округ входит в тройку лидеров. И, конечно же, те задачи, которые ставит перед нами губернатор, под руководством главы мы успешно реализуем. Клуб «Активное долголетие» был создан в Одинцовском округе два года назад. Старт проекту губернатора в муниципалитете был дан в парке культуры, спорта и отдыха. Стать его участниками могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».